Уже готовый дизайн интерьера, без изменения чего-либо в интерьере и, соответственно, как это легко и просто делается. Давайте начнем. Сперва, ну давайте представим такую ситуацию, что у нас уже все готово, у нас уже полностью чистовая отделка, уже готовый дизайн, уже все здорово, сделано красиво, замечательно. И мы хотим произнести какой-то комфорт в использовании непосредственно нашего интерьера. То есть мы уже видим, все замечательно, но чего-то не хватает. К примеру, хотим просыпаться по утрам, чтобы нам свет не бил глаза, допустим, чтобы он плавно включался, равномерно, чтобы утром было комфортно, чтобы уже кофе было готово и все было замечательно. На вот этой стадии у нас формируются наши потребности. Мы хотим, чтобы у нас по утрам было готовый кофе, чтобы мы плавно просыпались, чтобы все было аккуратно и хорошо. Такие задачи возникают не сразу, допустим, мы заезжаем в нашу новую квартиру с офигительным дизайном, все замечательно, но мы понимаем, что все-таки чего-то нужно еще добавить. И на вот этой стадии мы начинаем формировать наши конкретные потребности. Мы задумываемся над тем, для чего нам эта автоматизация нужна. Мы формируем для себя те этапы, которые мы хотели бы в нашей жизни упростить, их реализовать непосредственно на более простом уровне и на более простом взаимодействии. И, соответственно, после этого мы понимаем, что нам нужна какая-то система к умному дому. Вот мы хотим умный дом, и мы начинаем задумываться вообще над тем, как бы его поставить. Вроде как это как раз сложно, у меня уже вроде как готовый дизайн есть, и вдруг придется что-то ломать, какие-то провода прокладывать. Надо вообще посмотреть интернет. И он начинает смотреть разные системы. Возникает, в первую очередь, на проводные системы, которые предлагают отличные решения, прям законченные, прям замечательно хорошие решения. Но все-таки они подходят более под глобальную автоматизацию, под автоматизацию зданий больших, да, и они довольно-таки дорогие получаются для конечного заказчика и не всегда готовые люди давать большой бюджет на то, чтобы, ну, чтобы просто на утром свет включался, в принципе, за большую цену можно и потерпеть на самом деле. Он смотрит дальше, он ищет другие системы и натыкается уже на бесплатную систему, и там ему уже объясняют немного подробнее, как вообще все это выглядит, насколько это быстро делается, как это вообще заводится с пользователем, и что требуется для закладки. И ставятся вот такие вот вопросы перед клиентом, что же вообще это, ну, что такое дом, и как это все реализовывается. Первый вопрос, как все это поставить? Нужно ли мне менять что-то в моем интерьере, чтобы добавить какие-то новые устройства? Сколько времени это займет, потому что вдруг это будет растянется на полгода, я не хочу, чтобы постоянно было домопыльно, или переехать на время застройки, это совершенно не круто, и, соответственно, тоже это такая проблемная зона, которая имеет большую роль. После еще идет вопрос, что же я приобрету в конце концов от этой системы, потому что вдруг что-то изменится в моем понимании комфорта, я захочу его как-то немножко подкорректировать, изменить, и что вот если вот, что произойдет, если это изменится? И на все эти вопросы есть ответ в системах беспроводных. Давайте конкретно каждую роль берем, и я покажу, почему ремонт, по сути, не нужен, и почему наши три вообще никак не пострадают. Первый вопрос, как же все это поставить? Система, она очень лимкая, она очень, она ставится поэтапно, то есть, если мы посмотрим на слайд, у нас будет показано три комнаты плюс кухня, и самое интересное, что вот эти все управления освещением, отоплением, допустим, каким-то еще элементами, безопасность, мы можем ставить их поэтапно. То есть, мы можем поставить, допустим, нашу яркую часть, какую-то, кухню автоматизировать, мы посмотрим, подкорректируем наши сценарии. То есть, опять же, я сделал оговорочку, что мы можем это делать все не самостоятельно, есть также инновляторы, которые точно так же это поэтапно ставят и точно так же корректируют все это под вас. То есть при установке всего этого поэтапа мы получаем возможность обжиться в нашем новом доме, посмотреть его фишечки, посмотреть, как все это работает и понять то, насколько это комфортно. Если что-то нас не устраивает, мы можем это немножко подкорректировать, состоятельно с помощью инсталлятора. Соответственно, если мы будем эту систему ставить дальше, то мы ее нарастим и сделаем полностью полноценной. В итоге получается, что система беспроводная, она расширяемая, она легко подстраивается под пользователя, потому что она очень просто корректируется даже обычным юзерам, потому что там очень простые интерфейсы самодействия и настройки. И она сама просто об монтаже. То есть в принципе даже с ней справится электрик или какой-то человек, который имеет какие-то начальные знания. Соответственно, ставится очень просто. С этим мы разобрались. Теперь вопрос по времени. Вопрос, точнее решение такое. Среднее время установки это примерно 7 дней. То есть если у нас есть двух-трехкомнатная квартира, то это примерно 7 дней. Сначала до конца с внедрением умного дома непосредственно в каждую комнату со всеми интересными вещами, со всеми вашими желаниями. И соответственно, вы уже получаете готовое решение и наслаждаетесь чуть-чуть изменять что-то в себе в течение времени. Если объект большой, то есть там допустим трехэтажный коттедж, там тысяч квадратных метров, то естественно немножко затягивается и растягивается на сроке до двух месяцев. Потому что сама время установки довольно-таки будет занимать какое-то определенное время, потому что все нужно будет еще раз проверить, еще раз протестировать и соответственно понимать, что все стоит хороша. Один момент, я сейчас быстро по приводичке. Также хочется отметить, что нам не нужны никакие провода и это очень сильно и очень резко уменьшает время застройки. То есть это уменьшает время застройки и это позволяет нам избавиться от той проблемы, что вот нам сейчас снимут плинтуса, нам сейчас там стены расштропят, у них будет очень много пыли, будет вообще не прикольно и не круто. И соответственно вот такой формат уменьшает время нахождения нахождения в вашем жилье. И то есть какие-то любые корректировки сценариев, какие-то подстройки под ваш личный комфорт делается довольно-таки просто и вообще удаленно. То есть не нужно постоянно присутствовать инсталлятору для тестирования сценариев, для определения того, что вам где более комфортно, где там нужно вам посветлее, где нужно вам потемнее, а вот тут я хочу попрохладнее сделать, чтобы утром попрохладнее, а там вечером потеплее. Это все делается удаленно и непосредственно не нужно постоянно присутствовать инсталлятору, поэтому это тоже определенный комфорт во время установки. Я считаю, что это довольно-таки важно. И что же мы в конечном итоге получаем от нашего умного дома, который встраивался поэтапно, мы что получаем? Мы получаем комфорт от использования этой системы. То есть мы получаем динамическую систему, которая очень гибко меняется под наши нужды. То есть с этим мы разобрались. То, что если нам что-то не понравилось, мы просто зашли в интерфейс, немножко поменяли временные сценарии, немножко поменяли, допустим, расписание, какие датчики, перевесили самостоятельно и тоже как-то немножко комфортировали наше использование. Также мы приобретаем внутреннее спокойствие за то, что это все прошло бесполезно для человека, чтобы все это поставилось очень просто. И слава богу, чтобы ничего не взломали, и не нужно там какие-то новые деньги на восстановление того, что было раньше. То есть все беспроводов, да? Плюс мы получаем еще спокойствие за наше жилье, потому что у нас есть естественно охранная система, которая нам дает спокойствие, что у нас ничего нигде не сгорело, что нигде ничего не протекло. Если протекло, то потом спасем. В любом случае, то есть мы не затопили, что мы все перекрыли. И, соответственно, также это дает небольшую, ну, дает точнее уверенность в том, что с нашими, с нашим старшим поколением все в порядке. То есть у них есть, если что, очень шустрая тревожная кнопка, или мы точно так же можем определить по отрядчикам, что вот, допустим, натяжения на кухне сегодня утром не было. Стоит об этом задуматься и позвонить, соответственно, там бабушке, дедушке или там маме, поэтому спросить, все в порядке. Я думаю, что они это оценят. Плюс, Сергей, экономия, это отличный вариант, немножко сэкономить на самом деле. Уже пункт такой для гринписовцев, потому что в любом случае, если мы будем включать котел и таблетки, когда едем на дачу, мы будем включать его за полчаса до приезда, и точно так же пригревать полностью наш дом до нужной температуры, мы немножечко сэкономим больше ресурсов, наши планеты Земля, соответственно, и всем будет поприятно. Плюс, это такой элемент фонда, потому что не у всех сейчас вообще умный дом есть, к сожалению, и это пока относится к зоне такого, так сказать, лакшери элемента, поэтому можно тоже привыкнуть к друзей, сказать, смотрите, у меня включающий свет включается автоматически. Ну, что-то в таком формате. И со всем этим все очень понятно и круто. А что же будет с интерьером? Как все это будут выглядеть непосредственно в интерьере, здесь умный дом? Может быть, там какие-то страшные устройства или какая-то еще непонятная, там будет что-то висеть, какая-то растет коробка? Нет, ничего нигде не будет висеть. Вот здесь на сайт у нас показана замечательная квартира из нашей последней инсталляции. И если посмотреть внимательно, здесь показана очень новая группа освещения. Ничего в дизайне не изменилось, то есть изначально уже был дизайн готов, и в эту квартиру мы заходили уже совсем готовым, и, естественно, все это монтировали уже в готовый дизайн. Ничего абсолютно не изменилось, но человек приобрел возможность управлять всем освещением, которое у него есть в квартире. там больше пяти групп света, только вот в ванной, в коридоре, с подсветкой, там у него еще подсветка была, кровать, тепло, ночная подсветка. И он получил возможность этим всем управлять и еще пользоваться сценариями без какого-либо вмешательства. Устройства всегда скромонтируются, то есть даже те печатники, которые уже стояли, они точно так же останутся. Они там могут быть дорогими, какими-то гигандовскими, или вообще, в принципе, людьми, которые вы ставили, и они никак не оштепить свои дни изменят. Но есть все-таки еще и симпатические белые кнопочки, например, которые тоже могут записаться в интерьер. И таких устройств приятно много. Они, в принципе, все по стилистику дизайна подходят очень грамотно, очень корректно, и, в принципе, под любой какой-то дизайн интерьера можно подобрать устройство управления конкретно под такую декорацию, под расцветку и прочее. Ну и, соответственно, скажу еще немножко про отношения дизайна интерьера с умным домом. И лично моя позиция такая, что интерьер, мы его покупаем спонтанно, то есть мы его видим, да, и мы хотим его, то есть мы хотим в нем находиться, мы чувствуем то, что вот если будет у нас такой тиван, мы будем себя комфортно очень чувствовать, мы в нем будем сидеть, мы развалимся, все будет великолепно, мы будем прямо отдохнуть, все будет замечательно. И это очень приятно, когда, соответственно, мы сидим в диване, да, но все-таки что-то возможно не то, и нам потребуется какой-то больший комфорт, да, и в таком же случае мы обретаем новые задачи, новые какие-то потребности, и вот уже для этого существует умный дом, который помогает весь дизайн интерьера немножечко ориентировать именно под наш комфорт и совокупности эти две вещи дают очень хорошую, ну, они просто представляют огромный комфорт просто для потребителей, и я считаю, что это главное. Давайте, я немножко, наконец-то, повиновался. Спасибо большое за внимание. Я думаю, что если у вас какие-то вопросы будут, я на них с удовольствием отвечу. Благодарю. Спасибо большое. Аплодисменты. Коллеги, мне кажется, все очень четко, понятно и без лишних слов. Никита Петров. Ваши аплодисменты еще раз, пожалуйста. И какие-то вопросы. Возникли у вас какие-то вопросы? Отлично. Отлично. Вам приз отдельный за первый вопрос на сегодняшний день из зала, понимаете? Я надеюсь, что у меня уже не поздно. Здесь еще раз. Никита, какую компанию выставляете? Он немножечко изменил громкость. Нет, все в порядке. Затвайфми, если к нам подойти, это стенд D08. Отсюда буквально два шага пройти. Там логотип Затвайф альянса будет. Неинтересно. Просто. Абсолютно. Давайте такой вопрос от меня. Хорошо так уж и выйти. Давайте. В принципе, на рынке сейчас существует огромное количество представителей компаний, которые, огромное количество компаний, представители которых предлагают системы умный дом. Все просто. Если я дизайнер, то помимо того, что вы очень четко и понятно объясняете вообще, что это и с чем это едят, какие еще есть у вас конкурентные преимущества и на что дизайн сообщества стоит обратить внимание, чтобы не обжечься и выбрать грамотного партнера в этом вопросе. Есть ли какие-то фишечки профессиональные? Для решения нашего бренда среди беспроводных систем или же среди всех умных домов. Давайте расширим и вообще в принципе как представитель компании. Получается, что есть же две системы, да, это проводные и беспроводные. Таких вот, два столба дома, это проводные и беспроводные системы. Соответственно, все-таки они немножко подходят под разные вещи, потому что проводные системы, да, они очень надежные, но для конечного пользования они очень дороги. То есть решений, несомненно, много, но по бюджету они не часто проходят. И получается так, что все-таки проводные решения, это непосредственно для совсем премиум сегмента людей или же для большой, как-то крупной фронтации зданий, там, или, ну, именно не домов, да, там, зданий каких-то больших отелей, какого-то большого взаимодействия с дистанциализацией, там, с разными данными, с отчетом ЖКХ, допустим, да, то есть это немножко другая система. Если говорить про беспроводные системы, то в чем выгода вообще их преимущества? Потому что я считаю, что за ними будущее, потому что сейчас очень много тенденций у различных компаний и у людей, которые хотят произвести себе какой-то комфорт в использовании, какую-то стабильность в понимании того, что сейчас происходит дома. И конкретно сказать, в чем, я не буду вдаваться в технические подробности, да, но вот есть у нас наши конкурентные преимущества по сравнению с другими беспроводными протоколами, допустим, это шифровать. Им очень сильно поднебрегают, и я считаю, что это очень плохо. Вчера тоже было заявление коммерческого генерального директора, у нас Сергея Полторака, он рассказывал такие конкретные преимущества беспроводных систем, точнее, конкретно нашей системы перед другими за счет шифрования. Есть, допустим, другое преимущество, это, допустим, большие объемы, которые мы можем охватывать, да, то есть это обычно какие-то разные протоколы, типа Bluetooth или Wi-Fi, да, они охватывают небольшую территорию. Допустим, наш же протокол, я сейчас скажу, что это протокол, я не говорил, это ZWave протокол, он охватывает очень большую территорию, и, ну, как бы просто, возможно, оно получается больше из-за большой территории. Плюс еще очень много вариантов есть интеграции с другими протоколами, и система сама, у нее слишком много устройств, чтобы быть просто такой маленькой компактной системой, потому что она, не побоюсь сказать, что она стоит наравне с минопроводными системами по возможности, а конкретно для дизайнеров, ну, просто там очень много вариантов, очень много вариантов разных устройств, например, вы знаете, есть такие дизайн-склюшательные витрум, они такие стеклянные панельки, каменные еще бывают, вот, они работают на ZWave в том числе, поэтому, если какие-то нужны решения стандартные, да, от клиента, то, допустим, тогда можно, например, внедрить в этот дизайн еще, можно такие вот панельки витрум сделать, и сделать полную ассоциацию ZWave, и у инсталляторов не будет проблем с тем, что, ну, будет там сразу и протокол, допустим, в доме, не будет проблем с интеграцией всего этого в эту систему, потому что их позволит сразу их охватить, и срок проекта не будет растягиваться, я считаю, что на дизайне это тоже есть какая-то выгода, чтобы закончить быстрый ГЭД, уже к цели в другом перейти. Я считаю, что я ответил на вопрос. Ну, практически, да. Давайте еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, управляющим устройством что является? Никим процессором? Смотрите, все работает очень просто. У нас есть центральный хаб, с которым мы общаемся по Ethernet-кабелю, мы общаемся с ним по Wi-Fi, то есть мы с ним общаемся через, ну, крупно говоря, локальную нашу сеть. Также в этом контроллере есть чип ZWave, который общается с облаком ZWave устройства. У нас просто стоит в доме, и они общаются с командой, не по Wi-Fi, а по ZWave. И подключаясь к нашему центральному хабу, мы имеем интерфейс готовый для настройки, к примеру, через браузер, для управления через телефон, через планшет, и все это, соответственно, идет через центральный хаб. Телефоны, планшеты, это же Wi-Fi? Да, но конкретно сами девайсы общаются, непосредственно девайсы дома, вот, допустим, тролежка какая-то, датчик движения, они общаются с контроллером поза твоего. Чтобы пользоваться им было легче с ним взаимодействовать, естественно, они будут по Wi-Fi соединяться, потому что это общепределенный формат для общения между самими устройствами. А если сеть упала? Что еще раз? Сеть упала. Ну, вообще, для этого предусматривать резервное питание сети, допустим, второй канал интернета или бесперебойник, и если сеть упала, то нам об этом придет оповещение на телефон, к примеру, и мы поймем, что в нашем доме что-то... То есть управлять нельзя устройством, если сети нет? Нет, конечно же, можно, но если, конечно, нам везде кабели в нашем доме не перелезли, дай у нас с локальных сетей, но еще как бы висит, да, наши петя на беспроводах висит, наши сети управляемые тоже сделаны, у нас есть выходные розеты, правильно, есть локальная сеть, и мы точно так же можем подключаться к ним. А какие типы датчиков существуют? Управления чем? Их огромное количество, на самом деле, их очень много типов, у нас, ну, в OutWide у нас более двух тысяч 100 устройств вообще есть, и там, на самом деле, полный фарш, то есть это датчик безопасности вроде в роли датчика дыма, в датчиках фронтнячки, датчиках движения, то есть пассивно, активно безопасно способствует, управление освещением, диммирование есть, управление большими нагрузками, управление сухими контактами, управление самодельными лентами, управление, ну, котлами, допустим, да, я уже говорил, плюс управление отоплением термоголовки есть. На самом деле, их реально очень много, очень много, можно долго перечислять, можете к нам подойти, я с удовольствием вам. Да, еще раз, куда к вам подходить надо? Стенд D08, я думаю, что есть у вас всякая технология, там можно посмотреть, мы стоим напротив болида, небольшая рекламка, не заплатим за это. Сначала девушки. Спасибо за просмотрение. Полина Радкевич. Полина Радкевич, архитектор. У меня есть разные клиенты. есть кто, например, запрашивает дом, знает о нем все. Есть группа клиентов, которые либо в силу возраста не очень с доверием относятся, либо в силу негативного опыта своего друзей. есть ли какие-то сеты услуг. Сначала нужно сказать, что открытый протокол позволяет добавлять, реконструировать архитектуру системы. Соответственно, мы можем для таких недоверчивых клиентов, клиенты, которые не хотят сделать мне умный дом, вот сразу, а умный дом. Вот сет для таких клиентов. Что в вашем опыте было хорошим набором услуг, который вы могли бы предложить вот таким вот людям, которые не очень готовы к своему дому, чтобы было сразу понятно, что вот без вот этого ему не жить. Спасибо. Я вообще-то полагаю, что открытые системы – это зло, потому что их может менять вообще любой человек, и там нет никакой надежности, поэтому лучше пользоваться закрытыми системами, которых мы точно знаем, что есть, но мы их не можем поменять, нам это на самом деле не нужно. Потому что система без нас работает, без нашего участия. По поводу кейсов, которые есть для конечного заказчика, на самом деле тут нужно немножечко все-таки уметь, точнее, иметь подход к клиенту, потому что нужно видеть, какое вообще поле клиента и предоставить ему то, что он хочет. Допустим, если его интересует какое-то видеонаблюдение, то, возможно, он хочет пошпиониться с женой, допустим, в таком формате. То, что клиент покупает решение своей проблемы, а не абстрактные условия, понятно. Я спрашивала про какие-то практические истории, которые лично в вашей инсталляторской жизни случались. Я напрямую не инсталлятор, мы больше являемся вообще автовиками, и мы представляем конкретно весь бренд здесь, а инсталлятором занимаются уже непосредственно люди и наши партнеры. То есть, в принципе, такие кейсы есть, они присутствуют. Я сейчас сходу, может быть, не вспомню их, но тоже к нам можно подойти. Там есть прямо в наших инсталляторах, в наших предметах.